Вся десна и ее биологическая ширина стремится к уменьшению, потому что у нее нет поддержки с другой стороны. И, естественно, мы всегда будем наблюдать атрофию незначительную тканей. У каждого человека она индивидуальна. Я бы сказала, что она обусловлена фенотипически. Мы говорили вчера о том, как выглядят пациенты с рецессиями чаще всего. Это астеники с тонким биотипом, худенькие, маленькие. И у них вот эти все процессы. И биотип Дисней не располагает, конечно, к этим всем регенеративным вмешательствам. Но они, как правило, в них и нуждаются самым острым образом. Наличие, мы сейчас поговорим о прикрепленной или керодинизированной Дисней еще раз. При установке имплантата на сегодняшний день наличие прикрепленной или керодинизированной Дисней является обязательным. Если ее нету, значит, мы должны задуматься о том, когда она там появится. Мы сегодня обсудим некоторые варианты, когда она там может появиться. Но, естественно, планируя, вмешательства, вы должны помнить, что биологическая ширина в отсутствии зуба будет стремиться к уменьшению. Потому что будет уходить костный пик, будет уходить прикрепление, да, будет уменьшаться объем вот этой надкосницы, которая будет прикреплена вместе с Дисной. Само удаление зуба сразу влечет за собой, да, буквально в 3-4 месяца там происходит атрофия. По данным немецких исследователей, последнее из того, что это Цур сказал, да, вот, он зачитал вот эти вот исследования последние. Я в июне была у него на курсе. Он сказал, что в первые 4 месяца убыль 40% атрофии лунки происходит. Убыль ткани комплекса, он имеет в виду, да, и мягкие ткани, и кости, все. Вот 40% средняя такая цифра, 40% объема изначальных тканей теряется после... Ну что там не было? Это его данные, я не... Вот он назвал такую цифру. Но мы, там был курс посвящен фронтальной группе зубов, инопланетологическому планированию и замещению ткани. Возможно, что для каждой группы, да, зубов полости рта, я бы даже сказала, что на каждой челюсти атрофические процессы происходят по-разному. Потому что на нижней челюсти, в боковых участках, в области премоляров очень быстро происходят атрофические процессы, да. В области моляров медленнее эти процессы происходят. На верхней челюсти в области, например, первого премоляра и второго резца бокового стремительно происходят. Все, кто работают и занимаются имплантацией, знают об этом, что эти самые неприятные зоны... Естественно, естественно, естественно. Не происходят на движение челюстных костей, там и... Поэтому мы стараемся даже при имплантации, если у нас есть разгоны, да, и мы ставим какие-то, избегать вообще установки имплантатов в эти участки. Потому что иногда есть безвыходная ситуация, но если есть решение, то иногда лучше не ставить в эти зубы имплантат. Я не призываю ставить всех имплантаты в лунки, это иногда невозможно. Иногда требуются какие-то классно-пластические мероприятия для того, чтобы это стало возможно через какое-то время. Мы не будем сегодня этого касаться, это тема завтрашнего дня нашего. Вот, но вот честно говоря, я считаю, что самое лучшее превентивное сохранение лунки это заполнение имплантата. И вот оно работает лучше всего на сегодняшний день, потому что все-таки вы повреждаете структуры лунки, вы запускаете механизмы регенерации, вы факторы роста, мы завтра это, да, мы коснемся, там очень подробно с клетками мы все это поговорим. А сегодня я просто говорю о том, что препятствия вот этим атрофическим процессам, да, которые происходят, это, конечно, тоже является как профилактика переимплантита. Потому что, если у вас были все условия поставить имплантат во время удаления, вы этого не сделали, заведомо через 4 месяца вы будете ставить его в худшие условия. Значит, теперь мы коснемся другой профилактики, да, пока вот мы разговариваем об этом, здесь и вязли. Всегда ли, очень распространенный вопрос по переимплантитам, всегда ли надо сразу увеличивать объем прикрепленной десны? Не всегда. Ну, опять же, по показанию. Биотип, значит, какие критерии вы будете использовать в данном случае? Ну, биотип слип. Биотип десны, раз. Наличие прикрепленной десны в области, да, имплантологического ложа какого-то. Да, да, да. Я бы в этот критерий, честно говоря, включила бы еще отсутствие или наличие вертикального дефекта. Это, конечно, может быть менее важно для каких-то боковых групп зубов, но для эстетической зоны, когда потом начинается, да, отсутствие. У вас, сейчас я нарисую эту ситуацию, просто о которой я говорю, это достаточно часто. Мы наблюдаем, я сегодня покажу даже работы как бы с этим связанные. Да, пришлось постфактум решать ситуацию, что не очень, конечно, здорово. А я нарисовала уже. Понятно. А, да? Ну, извините. Так, что-то вот, пока еще надо. Сейчас я нарисую, где у нас имплант отъезд. А, вот сиреневый был хорошо виден вчера. Слышите, покажу. Здесь у нас с вами имплант отъезд. Я его просто обозначу, чтобы было понятно, о чем речь. Мы там кого-то оставили. Была прикрепленная десна, все было хорошо. Да, пошел. И имплантат стоит в костной ткани. Вот такая картина. Почему? Что это, рецессия? Нет, это не рецессия. Там это можно слизистые показать? Угу. Там артипическая ослуха передавила? Нет. Что она там не передавила? Потому что была установка имплантатов в заведомо вертикальный дефект. То есть отсутствовала вертикальная пластинка. Удалили зуб. Да, в данном случае 22 или 12, неважно. Второй лидец. Был вертикальный дефект. Его можно было, в принципе, сразу восстановить. Даже просто наличием туда, поставив туда трансплантат. Неоптный. Ауто трансплантат десневой. Да, никакой. Ни костный, никакой. Можно было там какую-то костную поддержку, мембрана еще сделать. Имплантат поставили просто по уровню кости. А кость уже продонтитная была резорбирована почти на половину длину соседнего корня. И, соответственно, шейка имплантата, она находится вот здесь, по уровню кости. Но кости уже не хватает. Конечно. Конечно. Это мы называем вертикальным дефектом, в который мы устанавливаем имплантаты. Когда мы устанавливаем имплантаты, при тотальном удалении, да, сегодня, нет, завтра, да, этот случай будет клинический, при таком вот продонтите, тяжелом очень, я расскажу, просто это вообще всю клиническую ситуацию. Мы удалили 6 зубов, и так мы все шахты вывели на один уровень. И, соответственно, у нас десна везде будет одинаково. А когда у нас одиночное замещение дефекта, и есть уже вертикальный дефект кости, вы всегда будете помнить, что вы через полгода потеряете сосочек.